Кто бросит вызов работающей конфигурации? Она что, где-то сбой дала серьезный? По большому счету, две страны только. Ну хорошо, три с Сирии. Россия, Белоруссия и Сирия. Выстояли. А все остальные, извините, немытьем, таккатанем легли. Когда у тебя на территории страны стоит фактор ядерного сдерживания, наверное, тебе, будучи соседом, не надо испытывать судьбу. Правда? Нет, это прекрасно. Давайте отмотаем пленку назад и вспомним, с чего начинается эта канитель. Кто заминировал границу? Кто начал там возводить баррикады? Кто начал крутить на границе через громкоговоритель похабные речи по отношению к белорусам? Но тем не менее, мы же понимаем прекрасно, что это не Германия Гейна и Шидлера. И не Германия Томаса Манна или Фейхтвангера. Это уже что-то другое. И немец такой же стал. Армен, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно прошли вот эти вот дебаты в США между кандидатами в президенты, между Трампом и Харрис. Понимаю, что мы, наверное, где-то излишне много внимания уделяем вот этим вот выборам в Америке. Но если рассматривать США как одну из сторон конфликта в Украине, пусть и косвенную, то от того, какой у них там будет президент, так или иначе, течение конфликта зависит тем или иным образом. Я имею в виду поставки оружия, финансовую помощь и все в таком духе. А как вы считаете, как результаты вот этих вот грядущих выборов, до которых совсем немного времени осталось, могут повлиять на ход конфликта? Никак. Какая разница, кто будет президентом? Мы же понимаем прекрасно, что Дип-стейт существует. Что в республиканской партии мало ястребов. Я напоминаю, там есть, например, Лидси Грэм. Белорусская аудитория, он прекрасно знаком по событиям августа 2020 года. За это время у него взгляды не поменялись, а скорее наоборот, даже более радикализировались. Вы поймите, США находятся в идеальной ситуации. Оружейное лобби получает заказы на сотни миллиардов долларов. Американские солдаты не погибают. Гробы в Америку не идут. Из Европы соки выкачиваются, все возможные. Санкции объявляются. Но чего надо еще для полного счастья? Мы же понимаем прекрасно, что идеи по отношению к России и Беларуси никуда не делись. Они просто сейчас не в той фазе. Но, тем не менее, они тоже работают. Тогда зачем, собственно говоря, что-то менять? Ну вот я напоминаю, у нас очень много есть любителей Трампа в стране. Он уже был президентом. При нем Россия получила максимальное число санкций, если мы не берем отметку с 24 февраля 2022 года. Я тогда говорил перед теми выборами в 16-м осенью, что со стратегической точки зрения проще Хиллари. Она системная политика. Ее шаги, по крайней мере, будут понятны. С Трампом вы играете в русскую рулетку, потому что неизвестно, кто что нашепчет. Кто как что поймет. Что он будет делать. Собственно, практика же это и показала, что он был скорее там не политиком, не президентом Соединенных Штатов, а неким таким шоу-бизнесовым проектом. Кстати, Владимир Путин позже сказал примерно то же самое, когда у него спросили, кто предпочтительнее, Байден или Трамп. Он сказал, что, наверное, Байден, потому что он, по крайней мере, предсказуемый. Это очевидно совершенно. Но если мы берем как бы с политической точки зрения, потому что понятно, что кто бы там ни сидел, решать будут другие. Но вот сидел формально Байден. Ну, как сидел. Он числился президентом. 40% времени Байден находился на отдыхе. Рулило политбюро. Что, от этого проще, что ли, стало? Поэтому, опять же, да, если мы цитируем там Путина, он же совершенно справедливо сказал, да хватит искать пророссийских или каких там еще там. Ну, я думаю, что в Белоруссии сейчас этого нету, а раньше наверняка тоже было, да. Там про белорусских политиков там в Прибалтике наверняка искали, где-нибудь в Польше, да. Но события 20-го года показали, что это химера абсолютная. Нету таких вот. А есть там пронациональные. Ну, ни Трамп, ни Харрис это не относится к пронациональным проектам. Потому что посмотрите, что было на дебатах. Ну, это что? Это как бы вопросы там выведения экономических мощностей. По-моему, даже вообще ни разу не прозвучало слово сочетание внешний долг, если я ничего не путаю. Да вот, они все про другое. Поэтому какая разница? Делать надо нам свое дело. Не оглядываясь и понимая, что это за контингент. Вот, собственно, и все. Потому что, ну что, допустим, выберут Трампа. Допустим. Кто будет определять внешнюю политику при Трампе? Мы с вами этого не знаем. Если говорят о том, что один из кандидатов на высокий пост Лидси Грэм, тогда лучше пусть Харрис сразу. И, судя по его высказываниям, еще и маньяк. Слушайте, ну, он предельно откровенный человек. Опять же, да, белорусской аудитории это будет понятно. Вот Лукашенко, по-моему, год назад говорил о том, что вот Запад просто на урагане, на Украине до такого состояния, что это потом восстановить будет нельзя, что их просто превращают в каких-то негров при рабовладельце. Ну и чего? Да, все сказали, ну, понятно, там ничего в Минске не понимают, какую-то глупость городят. А приехал Лидси Грэм на Украину, он что сказал? Идите воюйте, потому что у вас здесь минералов на триллион, а эти минералы нужны нам. Ну, что, хоть кто-то там, ну, до этого Путин о том же говорил, что хоть кто-то, кто там потешался, что там смешки какие-то нелепые отпускал, кто-то извинился перед лидерами России и Беларуси? Нет. Потому что все вот так вот замерли, а как это вот Лидси Грэм мог такое сказать? А он что, извините, в 2008 году другое говорил? Я вам напоминаю, когда была история августа 2008-го, международный преступник Саакашвили, когда вот это все сделал, Лидси Грэм так же, как и его ситный друг Маккейн, они говорили ровно то же самое. Просто, вот опять же, да, мне очень легко судить, потому что я постоянно общаюсь с белорусами. Вообще, между нами нет райса, мы абсолютно все одинаковые. Мы все время пытаемся увидеть в человеке хорошее, даже в таких, как Лидси Грэм. Ну вот мы так устроены, да, мы пытаемся все-таки думать, ну ладно, он вот такой вот, но наверняка что-то хорошее было, может, он в детстве манную кашу ел, может быть, он маму там не огорчал шибко. А практика показывает, что ничего подобного не существует. Да, мы вот до конца от этого избавиться не можем. Вот даже в случае с Трампом, да, максимальное число антироссийских санкций, все равно я регулярно слышу, что нет, ну лучше пусть будет он. Чем лучше, никто даже объяснить не может. Когда пытаешься людям сказать, послушайте, ребят, ну там существует политическая система, да, она достаточно устойчивая. И Трамп уже был президентом, он не смог повлиять на политическую систему, не правда ли? Вообще никак. Эта политическая система его разжевала и проглотила. Ну люди просто привыкли связывать Трампа с образом некоего борца против вот этого дип-стейта, о котором вы говорили. Собственно, он же это словосочетание очень часто употреблял в своих речах, и такой образ за ним закрепился. Хотя понятно, что ничего с этим дип-стейт при всем желании он сделать не может. С ним никто ничего не сможет сделать, в принципе. Этот дип-стейт урабатывал президента Кеннеди, например, да. Потом, вы поймите, мы же исходим, вот опять же, да, говорят и президенты России, и Беларуси, да, чтобы был мир, чтобы спокойная жизнь была, чтобы все гармонично. А им это вообще не нужно. Эти все войны, они что, на территории Америки происходят? Ну или там где-то рядом с границами? Это происходит на других континентах. Ты на этом только зарабатываешь. Собственно, да, США заработали на Первой мировой войне. США обогатились на Второй мировой войне. После развала Советского Союза они продолжали обогащаться. Если система приносит дивиденды, зачем ее они будут менять? Кто бросит вызов работающей конфигурации? Она что, где-то сбой дала серьезный? По большому счету, две страны только. Ну хорошо, три с Сирии. Россия, Белоруссия и Сирия выстояли. А все остальные, извините, немытьем, так катанем легли. Ну так и кто будет это менять? Первый человек, который скажет, давайте как бы что-то в мире негармоничное, ему скажешь, где негармонично? У тебя в Соединенных Штатах, по-моему, все отлично проистекает. Весь мир любит нас. Все у нас закупают. Вот что тебе еще надо? Вот даже если вот как бы с бизнес-модели посмотреть на то, что произошло на Украине. Оружие на сколько продали миллиардов? Эти же деньги не ушли никуда из Соединенных Штатов. Правительство выделило, а они перешли на корпорации ВПК. Первый плюс. Блэк-Рок и все прочие скупают все, что можно на Украине. Задешево. Кто будет это ломать? Собственно, они же, понимаете, они же и в Беларуси хотели то же самое сделать. Я же помню прекрасно эти заявления этих проходимцев во главе с Котлетной Клушей в августе 2020 года. И в России хотелось сделать ровно то же самое. Мы же помним прекрасно, как Мадлен Олбрайт говорила, что вообще, конечно, это не очень справедливо. У русских такая территория, столько полезных ископаемых. Так не только она говорила об этом, что неплохо бы поделиться. Просто Олбрайт, хотя бы еще люди моего поколения, они хотя бы еще помнят кто это. Если я там начну говорить про Гарри Трумэна, то уже, наверное, для многих это вообще, как для меня, куликовская битва. Все же молниеносно проистекает. Я не знаю, как в Беларуси, я там работаю с молодыми редакторами. Они, например, только от меня услышали, что был такой человек Строуп Телбот. А прошло четверть века всего. По историческим меркам вообще ничто. Они даже не слышали про этого человека. Не то, что там знают что-то. Вообще даже никогда не звучала эта фамилия. Поэтому, конечно, надо приводить примеры, которые хотя бы людям что-то говорят. Потому что мы же с вами живем в эпоху чудовищного абсолютно информационного потока. Когда все в доли секунды появляется. И новости сменяют друг друга. В этом потоке еще нужно вычленять достоверную информацию, недостоверную и откровенное вранье. Вот в чем проблема. Ну, насколько я знаю, опять же, разговаривая постоянно с белорусскими коллегами, сейчас ситуация кардинально другая, нежели в начале осени 2020 года. Кардинально другая. Того уже повторить будет нельзя. Беларусь же тогда впервые, по сути дела, попала под этот удар молотом вот этого информационного такого безумия. И к нему же невозможно привыкнуть. Абсолютно. Поэтому, конечно, надо людям говорить по понятному языке, используя абсолютно понятные образы. Только тогда обычный человек, обыватель, сможет разобраться хотя бы в чем-то. Потому что смысл сыпать фамилиями, условно, что было 90 лет назад, их никто не знает сейчас. Это данность. Вот то, что происходит здесь и сейчас, затмевает все остальное. Но опять же, да, вот я вспоминаю август 2020 года. Мы транслируем все вот эти митинги. В эфире говорю о том, что, слушайте, ну это же вообще Островский в чистом виде, просто на минималке, еще более там упрощенный. И рассказываю там про флаг. Мне звонит Владимир Соловьев и говорит, Сумбат, жатор, пожалуйста, будь добр, расскажи подробнее. Потому что никто же не знает вообще, что это такое. Мне потом там тысячи белорусов написали спасибо, вы хотя бы объяснили, что это такое. На простых примерах. Опять же, да, это же, слушайте, это же не африканская страна, правда? Какой замечательный музей Великой Отечественной войны в Минске. Я там был. Фантастически интересный музей. В Бобруйске какой замечательный. Но человек так устроен, да, для него музей это то, что было когда-то и когда уже не воспроизведется. А когда человек сталкивается с тем же самым, конечно, вообще масштаб непонимания вопроса, он колоссальный. Но опять же, да, я вот помню, как мои там белорусские друзья и братья, они обалдевали, увидев этот батальон у Кастуса Калиновского. То есть, ну, они не понимали, как это может быть. А это такой вот привет из прошлого прилетел. Конечно, надо говорить на понятных образах и объяснять это. Тогда будет все хорошо у нас. Вы сказали того же Гарри Трумэна, мало кто сейчас помнит, но я вот наткнулся на такую информацию. Письмо Ричарда Никсона Биллу Клинтону. Написано было, если не ошибаюсь, в 94-м году. И Никсон еще тогда вот ситуацию в Украине называл взрывоопасной и худшей, чем тогда разворачивалась Босния и Герцеговина. И вот он Клинтона прислал укрепить дипломатическое присутствие Америки в Украине, что, в принципе, как мы видим, по прошествии лет было сделано. И назвал эту страну незаменимой. Так это же известно. Американская политика базировалась на двух гениях. Назовем это так. Киссинджер. И второй такой же небезызвестный персонаж. Великая шахматная доска. В Жизинске что написал? Что без Украины Россия будет неполноценной. Если наша главная цель Россия, как минимально достичь успеха. Сделать так, чтобы не было Украины. При этом ни один человек на Западе не задал автору простого вопроса. Хорошо. Вот три единые раньше было. Великороссы, малороссы и белороссы. То есть, без Украины русский человек неполноценен. Он существовать не может. А без Белоруссии он вполне себе может существовать. На основе чего делался этот вывод? На основе того, по большому счету, что вот это националистическое движение, которое образовалось в годы гражданской войны сто лет назад, оно не дало плодов, по большому счету, в Белоруссии. Потому что, ну, белорусскую раду в изгнании, понимаете, даже за паноптикум считать невозможно, да? Эту мою любимую бабушку, сидящую в Канаде, Ивонку Сурвиллу, да? Ну, это как бы, это не политика вообще. А вот украинский национализм, он дал очень серьезные корни. И базы были не столько даже в Мюнхене, как утверждалось советским кинематологам. А это, например, Чикаго. И это Канада. И они знали о том, что это как бы есть, да? И это давало колоссальные абсолютно преференции. Поэтому он и делает такой вывод. А дальше это просто работа с элитами. Ее же по такому же принципу, через поляков, да, пытались проводить в Беларуси. Я это хорошо помню. Я привезли там на гастроли в 2015 году. И мы почти полреспублики проехали. И я в каждом книжном магазине обалдевал. Потому что вот ты заходишь, да, и стоит там большой стенд. Беларусь в годы Великой Отечественной войны. И там издания Академ Книги, Минские, все хорошее. То есть я закупался постоянно. И рядом стоят литовские издания, да. Пономаренко, палач, значит, этой самой советской Беларуси. Еще какая-то чушь. Я, значит, у сопровождающих спрашиваю. Ребята, я говорю, а как это может быть? Ну, я первый раз там с Александром Григорьевичем Мукашенко беседовал. Это был еще там 99-й год. Я знаю его взгляды. Он говорит, ну, у нас типа вот демократия, плюрализм. Я говорю, а вы не боитесь, что это однажды просто, вот эта мина замедленного действия, как на Украине, сработает? И потом мне, господи, а чуть ли даже не Григорий Азаренок сказал, что все это вычистили бы, и больше этого нет. То есть вот то, что ты успел там купить, у тебя в коллекции есть, потому что я очень много привез, я даже в эфире показывал, я говорю, вот посмотрите. Вот это ровно то же самое. Но это не привилось в таком объеме. А на Украине это было очень удачно реализовано. Почему? Потому что здесь был Лукашенко, который не говорил о том, что его там закабаляли, выкачивали все соки, Беларусь под оккупацией. Вот этого у него не было. А Украина строила свою национальную идентичность в том, что все всю жизнь русские закабаляли, геноцидили, голодоморили, что только не делали. Выделялись колоссальные деньги. Эти деньги сработали и сыграли. Вы знаете, я понимаю, что история, она сослагательного наклонения не терпит, но что-то подсказывает, что если бы Янукович тогда себя повел по-другому, и у них бы, наверное, это со временем начали бы вычищать. Ну, это, знаете, это роль личности в истории. Опять же, да, мы берем две как бы цветные революции. Одну свершившуюся с Януковичем при полной пассивности власти. И одну не свершившуюся. Это в Беларуси. Я сказал, что Беларусь выстоит не в момент, когда батька прыгал с автоматом. Это уже поняли все в тот момент. Потому что это была самая яркая иллюстрация, что страна сдержит оттуда. Когда Лукашенко начал с людьми встречаться. Я на это посмотрел, сказал, что все нормально. Вот сейчас надо просто чуть-чуть подождать. Да, нам сейчас всем тяжело. Да, мы много работаем с точки зрения информационного поддержания Беларуси. Но как бы он вышел, все нормально. А вот прыжок из вертолета с автоматом. Я не помню, чем там. С Калашниковым прыгнул. Это уже как бы фиксация конечная. А что делал Янукович? Янукович собирал там всех этих европейских бюрократов. Ну и получил. А что делал Лукашенко? А Лукашенко обращался к людям. Это же тоже на самом деле такой подзабытый момент. Который вот странным образом никто не вспоминает до сих пор. Ведь эта встреча Лукашенко с людьми. Она была в тот день, когда котлетная клуша сказала. Да правильно абсолютно. Соединенные Штаты хотят ввести санкции против Беларусь-Калия. А посидят без денег, без зарплаты. Это же в один день-то все происходило. Просто опять же, да вот то, о чем мы с вами говорим. Просто такое было количество событий. Оно одно наслаивается на другое. И вот то, что для понятия ситуации важно, но для конечного результата не очень. Это все ушло. И мы это уже не помним. Мы помним попытку революции, действия Лукашенко и победу. Все. То же самое мы помним про Майдан. Выход людей туда за вознаграждение Соросовских. Побег Януковича. Крах Украины. Все, к сожалению, до такого уровня скукозность. Но Янукович и не производил никогда, давайте объективно, впечатление сильного духом человека. Это не его была ипостась. Но сильный духом бы не проиграл бы тогда в 2004 году. Но это просто все забыли уже, да, этот второй Майдан. Он же на самом деле не первый, а второй. Первый-то был еще в 90-м году. Он просто назывался не Майдан, а сидение на граните. Кстати, там есть немало людей, которые все три Майдана прошли, представляете? Ну, то есть опаснейшие люди. И ладно бы они хотя бы с одного бы мозгов бы наели. Вот знаете, меня что поражает? Что в Белоруссии нашел свой Протасевич. Да, который осознал, который понял, который покаялся. Вы можете хоть одного такого назвать из певцов Майдана? То есть нет никого. Они все абсолютно довольны. Но это же тоже показатель. При этом они яростно ненавидят Беларусь, потому что Беларусь живет хорошо. Сейчас у них там главный враг, насколько я понимаю, этот воротарь, который сбежал в Беларусь. Вот. Я помню и люблю Динамо Минск. Ну, потому что это союзный чемпионат, да. Ну, естественно, я хоккейный знаю. Вот. Так мне не удается особенно следить за спортом. Но вот эту новость я знаю. Они вот его люто ненавидят. И проклинают. А что, человек, он куда? На Луну, что ли, улетел? Он ушел, но по сути дела к братьям. Это же и Лукашенко, и Путин. Ну, сколько говорили. Просто вы там себя возомнили непонятно кем и начали братоубийственную войну. Ведь здесь же, знаете, это тоже вот сегодняшняя, например, новость, да. Зеленский требует Крыма и при этом требует ракет, чтобы бомбить Крым. Ну, вы понимаете, что это биполярное расстройство как бы вот у человека. Ну, и, собственно, тот же Лукашенко об этом много раз говорил. Но мы тут бессильны. Оно вот все вот такое, к сожалению. Ну, знаете, относиться к Беларуси они могут по-разному. Их отношения – это как бы их дело. Но проблема в том, что они ведь и конкретные шаги предпринимают. Вот те же беспилотники над нашей территорией, войска, которые они границам подводят регулярно. При этом требуют, что интересно, чтобы Беларусь свои войска почему-то отвела. Которые, ну, как уж и неоднократно говорилось, они же, в принципе, никакой угрозы Украине не представляют. Но, тем не менее, вот отводите войска и все в таком духе. Это прекрасно. Давайте отмотаем пленку назад и вспомним, а с чего начинается эта канитель. Кто заминировал границу? Кто начал там возводить баррикады? Кто начал крутить на границе через громкоговоритель похабные речи по отношению к белорусам? Кто туда пригнал подразделение этих шайтанов из Кастуса Калиновского? Это что, Лукашенко, что ли, был? Андрей Кривошеев? Гигин? Азаренок? Кто это был? Они же сами это делали. После того, как были приняты соответствующие меры, они, естественно, встали в обиженную позу и сказали, а что такого? А когда вы там 90-тысячную группировку держали на границе, это что? А это классическая «а нас за счет». Ну, понимаете, мы же это видим постоянно. Это вот как поляки, которые сначала сказали, мы тут собираем какие-то там бригады терробороны, народного ополчения и ведем их на учение на белорусскую границу. Ну, я вот тот день разговаривал, по-моему, с Алексеем Авдониным, военным экспертом белорусским. Он говорит, ну, конечно, мы вынуждены будем принимать соответствующие меры. Тут же началась истерика о том, что Беларусь милитаризируется, Лукашенко готовит марш там, чуть ли там даже уже не за Варшаву. Ну, а начинает-то всегда кто? Ведь мы сами же не начали ничего. Вообще, по идее, Беларусь в 2020 году, это же была страна, которая максимально была благожелательно настроена ко всем и получила. Да, просто потому, что поддерживала свою власть, просто потому, что не хотела полного тотального разрушения. И получила все, что только можно. Но и они получили другую Беларусь с эскандерами и с тактическим ядерным оружием в итоге. Вот это я вообще, кстати, не понимаю. Вот эту вот часть истории. Потому что, на мой взгляд, ну, может быть, просто потому, что я слишком много профессиональной литературы читаю. Когда у тебя на территории страны стоит фактор ядерного сдерживания, наверное, тебе, будучи соседом, не надо испытывать судьбу. Правда? Учитывая, как бы, заявление Лукашенко, что мне казалось, что любой нормальный человек скажет, так, все понятно, ладно, будем пытаться через, там, условно, soft power. Ну, потратим на это, там, еще 50 лет. Наверное, где-нибудь каких-нибудь там воспитаем. Вот. Потому что тех, кого воспитали, они непригодны. Всякие вот эти вечерки, латушка, это все не в коня корм. Вместо этого начинается, наоборот, накачка милитаризации. Как можно больше людей туда загнать. И посмотрите, что никакие заявления, никакие шаги вообще Беларуси, они не способны этих людей привести в чувство. Казалось бы, у страны есть ядерное оружие, зачем ее провоцировать? Так а зачем Россию провоцировать? Ну, вот тоже недавний пример, вот это вот их так называемая операция в Курской области. Это же, наверное, очевидно, что не что иное, как попытка спровоцировать Россию на ядерный удар по Украине. Ну, тоже зачем спрашиваться? На самом деле, нет, это как раз самое простое во всей истории. Потому что Россия нанесет ядерный удар. Дальше Соединенный Штат на совбезе, он скажет, ну, вот видите, что произошло. Мы-то тут вообще ни при чем. Да? Поэтому санкции сохраняются, психологическое давление сохраняется. От Украины все равно надо избавляться. Чемодан без ручки. Но она интерес уже не будет никакой представлять. Мы с вами же не разбираем даже условно экономику украинскую, экологию, здравоохранение. Мы об этом вообще молчим. Ну, потому что нельзя говорить о том, чего нет. Ну, потому что, да, это уже как бы даже не отпевание, а это уже кремация. Все равно тебе в какой-то момент, это как с Афганистаном, да? Вы избавились от балласта. И заметьте, что с тех пор, три года прошло, слова «Афганистан» на СНН нет вообще. По-моему, даже в прогнозе погоды не упоминается. То есть, как бы, нету этой проблемы. Она так периодически там что-то возникает на уровне Конгресса. Типа, ну, надо там узнать, как мы все-таки выходили. Почему там столько человек погибло? А в политическом значении этого нет. И то же самое будет на Украине. Они разъедутся все, выжившие участники перемоги. И на этом все закончится. Украина будет потом десятилетия находиться в формате Грузии 90-х годов. Ведь Грузия была же преуспевающей Советской Республикой. Гамсахурдия за полгода уничтожил все. Здесь, конечно, было сложнее. Украина на момент развала Советского Союза входила в десятку стран Европы. Не европейскую, а вообще Европы. По промышленному, научному, экономическому потенциалу. Где это все? Вот ответ. Поэтому от этого надо избавиться. Идеально, чтобы Россия нанесла по этому удару ядерным оружием. И тогда там ты одним патроном бьешь двух зайцев. То есть теория о том, что проклятый Сталин ударил по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году, она получит подтверждение. Вы же видите, как они делают? Это похоже на то, то похоже на это, а значит, это одно и то же. И все. И дальше ты будешь оправдываться. А если ты начинаешь оправдываться, ты уже как бы виноват и не прав. Все. Тут еще одна такая немаловажная тема, которая на слуху у всех в последнее время. Это снятие запрета для Киева на удары дальнобойными ракетами по России. Ну, в Кремле уже неоднократно говорили, что такой запрет, он по всей видимости, снят. Сейчас просто думают, как бы покрасивее это оформить в информационном пространстве. Я думаю, там никакого запрета нет. Они давным-давно били по территории России западным оружием. А тем более они придумали гениальную формулу. Это не наше оружие. Мы передали Украине это оружие украинское. И поэтому я уверен абсолютно, что они будут использовать. Там вопрос-то в другом. Запаса ракет в таком количестве нет. Соединенные Штаты тоже истощились. Это вот опять же к вопросу. Вот у нас все там любили рассказывать. Там вот американская экономика, американская армия, туда-сюда. А вопрос, а где воевала-то с кем американская армия? С пуштунами Малы Амара безоружными в Афганистане, правда? Имея там стократное преимущество во всем. Ну так что же не воевать-то? А когда ты сталкиваешься, извините, с профессиональной армией, тебе тяжело. И выясняют, что тебе надо очень-очень-очень много всего. А в избытке это не бывает. И так далее. Понимаете, из истории Второй мировой войны на Западе вынесли-то не то, почему Гитлер проиграл. То есть, вернее, не ту причину, по которой Гитлер проиграл. То есть, благодаря всем там вот этим битым стратегам, они говорили о том, что вот они были гениальны, а значит, руководил всем ефрейтор, который украл сапоги. А то, что было очень много экономических проблем, то, что об этом постоянно говорилось на заседаниях ставки фюрера, там, начиная с 42-го года. Это же никому не интересно, правда? А война – это экономика. Вот там все, я помню, западные некоторые деятели потешали. Да что там этому вот Гитлеру, это там это Плаэшти, это Румыния, какую-то там Антонеску. Да, во-первых, это нефть, а во-вторых, это крупнейшая развязка была железнодорожная. Как ты это все будешь подставлять? Они не задумывались о таких мелочах. А в России они были искренне уверены, что через неделю все рухнет, доллар там 200. Ну, Байден же это все говорил. А когда не сработало, то выяснилось, что плана Б нету. Так тоже бывает. В Курской области вот эти вот удары по территории России. Как вы считаете, какое-то пространство для переговоров, оно все-таки остается, или пока это поставлено на очень долгосрочную паузу? Ну, мне кажется, что долгосрочную, но дело не в Курской области. Смотрите, для того, чтобы переговоры состоялись, они должны базироваться на международном праве. Его сейчас нету. Вот просто по факту нету. Уничтожение северных потоков – это демонтаж международного права. Второе, да. С кем беседовать на Западе? Ну, вот как бы там со стороны России, условно, там посредников, я понимаю, там Китай, Бразилия, Беларусь, Индия, со стороны Запада с кем беседовать? С теми, кто развязал вот это на Украине? Ну, это странновато. Третье, кто будет от Украины? Власть нелегитимна, Зеленский нелегитимный, парламент тоже утратил легитимность. С кем вы будете беседовать? С кем подписывать договор? Потому что потом придет следующая власть и скажет, а мы ничего выполнять не будем. Кто его полномачивал? Они кого представляли? Тем более, опять же, да, давайте вспомним. Вот Лукашенко, Минск-2, титаническая дипломатическая работа была проведена. Вот только подписали, идет Порошенко к журналистам и говорит, мы ничего выполнять не будем. Какой же это фундамент для переговоров? Ну, собственно, Александр Григорьевич об этом же рассказывал. Хотя там, может, было не рассказывать, это все под камерой происходило. Мы смотрели это в прямом эфире и обалдевали. Но они и сами потом говорили, что мы их выполнять не собирались. Просто потянуть время, вооружить Украину. Ну, и хорошо. И какой, извините, тогда может быть переговорный трек? Потом мы же прекрасно понимаем, что дело-то не в Украине как таковой. Ну, не будет Украины, вот там, условно, там закончилось. Да, они вам то же самое сделают в Молдове. Там есть фактор Приднестровья, 220 тысяч граждан России. Понимаете, это же можно так бесконечно затевать. Не будет там, условно, Молдовы. Ну, пожертвуют они там какой-нибудь, я не знаю, Латвии или Литвой против Беларуси. Или Грузии, помните, недавно? Ну, Грузии, опять же, да, ну, Грузии сейчас выборы. Это же, повторяю, это же не в Америке происходит, да, и не в Европе. Потому что они этой Европой не считают. Для них Европа-то это западная Европа, совсем не восточная. В этом-то и состоит драматизм. Да и судьба западной Европы их по большей-то части не волнует. Ну, что, из нее выкачают все соки. Ну, вот, коллега, скажите, вам бы пять лет назад сказал бы кто-нибудь, что начнут закрываться предприятия Фольксвагена и Мерседеса. Вы поверили бы в это? Ну, да, да. Это что-то из рода фантастики тогда, казалось бы. А теперь мы читаем эти новости. Ну, и чего? А что мы тут должны сказать? Что, извините, германская успешная экономическая модель базировалась на дешевой энергетике? Ну, это разве кто-то не знал, понимаете, но это все равно, что вот говорить о том, что полезно чистить перед сном зубы. Ну, это очевидная же вещь, правда? А как выяснилось, нет, они не думали над этим. Они искренне полагали, что здесь модель, знаете, это как вот у Гоголя. Вечера на хуторе близ диканьки. Вареник сам себя в сметану окунет и залетит к вам в рот. А когда выяснилось, что это нет, не так, то у всех ступор. Кроме американцев, естественно, им это очень выгодно. Единственное, непонятно вот это вот поведение Германии, закрытие Фольксвагена и прочее. Но северные потоки взорвали, они нашли каких-то украинцев, которые якобы за это ответственны были. И что? И все забыли про это. Хорошо, а что надо вспоминать? Что вы сокрушили германскую экономику? Вы понимаете, что это произошло третий раз за сто лет. Первый раз это в результате Первой мировой войны, когда Версальская система выкачивала из Германии все соки. Второй раз это горе побежденных во Второй мировой войне, естественно. И третий раз вы сделали это добровольно. А кто бенефициарами в итоге оказывался у всех этих трех раз? Страна из трех букв. Да, да. Только непонятно, почему немцы, вроде бы не глупые люди, на своих ошибках не учатся. Они не думали над этим, понимаете? Это колоссальная трагедия. Немцы не думали, что такое может быть. Белорусы не думали, что может быть август 2020 года. Украинец рядовой не думал, что третий Майдан добьет все, что можно. И так далее. Мое поколение не думало летом 1991 года, что через полгода не будет страны. Вот я там, последний комсомольцы Советского Союза. Я вступал, мне было 15 лет в 1990 году. Если бы мне в 1990 году сказали, что через год страны не будет, я бы не поверил бы в это. Человек, понимаете, он не готов поверить в такой невероятный абсолютно сюжет. Да что там я? Американские советологи в 1990 году не допускали мысли о развале Советского Союза. И тем не менее, все же эти сюжеты происходят. Потому что мы перестаем думать, к сожалению. Мы становимся заложниками клипового мышления. А немцы, они, извините, уже совсем давно не те немцы. Там еще сохранились те немцы, и это бывшие территории ГДР. А все остальное... Ну, вы понимаете, что когда у вас в парламенте заседает фракция турок... Не, я ничего против не имею. Ну, как бы они тоже граждане Германии. Но, правда, они вот по моноэтническому принципу создают фракцию. Что, ну, по идее, как-то странновато выглядит. Но, тем не менее, да. Мы же понимаем прекрасно, что это не Германия Гейна и Шиллера. И не Германия Томаса Манна или Фейхтвангера. Это уже что-то другое. И немец такой же стал. Ну, вот, опять же, да, если бы мы там про футбол вспоминали... Ну, вы посмотрите на фотографию сборной Германии. Вы могли себе такое 30 лет назад представить? Франция, я еще могу понять. Друг мой, там хотя бы был Алжир и сопредельные вот эти колонии, которые получали, возможно. А у Германии-то это откуда? А это результат вот этого мультикультурализма. А самая большая зараза от мультикультурализма... То, что он разъедает национальное государство. Не в смысле нацистское, да? А в смысле он начинает вытравлять те национальные черты, которые были. Ведь вот у меня белорусы много спрашивали. Вот тут одни там из своих претензий к вот этим котлетным бузатерам были как раз вот связаны с тем, что они предпочитали прививать другие ценности. Например, они там литвины какие-то или еще. Я буду против этого протестовать. А в Германии такого не нашлось. Потому что, понимаете, когда ты под прессингом, что если ты там имеешь свое собственное мнение, которое противоречит правящей партии, то ты уже все. Ты уже изгой. Но там апогей был, когда, значит, один из историков на какой-то конференции сказал о том, что бомбардировка Дрездена – это военное преступление. Его затравили. Хотя оно признано всеми таковым. Кроме как бы Соединенных Штатов и Великобритании. Все, любой остальной нормальный человек вам скажут, что когда бомбили невоенные цели, это преступление против человечества. Собственно, это же не мои слова. Но это в Нюрнберге было сказано. У японцев нету того, что Стокгольевского седрома. Ну а что вспоминать-то об этом? Обвинили уже Советский Союз. И славно. И нормально. А кто протестовать-то будет? Японцы, что ли? Нет. Американцы сами против себя? Нет. К сожалению, это вот такой нам большой урок. Потому что мы искренне думали, что мы победили в Великой Отечественной войне. Это зараза никогда больше не придет. Что у нас есть музеи на территории республики, есть великие мемориалы этим событий. И мы-то искренне полагали, что во всем мире все точно так же считают. А мы забыли, что они все пришли нас убивать. Это нацистский интернационал был. И они никогда этого поражения нам не простят. Поэтому они, конечно, при первой оказии попытаются взять реванш. Ну и мы, наверное, тоже все что-то стоим. Не посрамим память своих собственных дедов и прадедов. Мы с вами там вначале так вскользь затрагивали вот эту тему больших информационных потоков. Тут хотелось бы остановиться на такой теме. У нас в Беларуси, не знаю, возможно, вы слышали, запустился мультимедийный портал videobel.by. Ну тут сразу надо сказать, там некоторые называют его альтернативой YouTube. Никакая это не альтернатива YouTube в том плане, что там будет аккумулироваться общественно-политический контент, наиболее значимый, с наших телеканалов и других СМИ. По поводу альтернативных площадок, вот тот же ВК-видео, насколько я понимаю, сейчас стреляет. Вот как вы считаете, создание вот таких вот мультимедийных порталов – это верный путь? Абсолютно. Ну, понимаете, мы же видим, что делалось на YouTube. Где трансляции блокировались, где там сандаливалось это в 2020 году. Это же вообще реально было смешно. У нас стрим идет, значит, ситуация в Минске. У нас там журналисты включаются, политологи. А мне люди пишут, а вы вообще в курсе, что у вас там, если ты включаешь трансляцию, там плашка YouTube. Живи, Беларусь! В нашем стриме у нас там выступают ребята наши, там Костя Придебайло, например. А они сами туда это в сандали. Ну, какая это свобода слова? Ну, правда. Поэтому, конечно, должны быть национальные. У меня вообще есть надежда, что вот этот вот совместный медиахолдинг союзного государства, что он аккумулирует эти все совместные усилия. Это будет одна большущая площадка. Мы, собственно, и так постоянно общаемся, постоянно на связи. Вот. Но, конечно, нам надо развивать. И, может быть, вообще это даже... У меня мечта была бы сделать базовый для формата Brics. Ну да, и это для пользователей-то, для тех, для кого мы работаем, в первую очередь, будет удобно. Когда они заходят на один портал и видят всю информацию, аккумулированную в одном месте, что называется. Но вот задумка этого нашего видео-белого, она в этом и заключается. Собственно говоря, если, как вы говорите, какой-то из каналов на YouTube решат положить, то видео с этого канала они будут лишать в архиве на вот этом вот портале. В любое время можно зайти и посмотреть. Я думаю, что рано или поздно они зачистят на YouTube вообще абсолютно все. Они еще не использовали последний довод короля. Мы же все под разнообразными санкциями. И наше присутствие – это попытка обхода. Но Андрей Кривошеев мне говорил, он, по-моему, там чуть ли не с 2008 года под санкциями, а я с 2014. Ну, то есть, мое присутствие как бы там, да, это сразу нарушение санкционной политики. Они просто пока это еще не используют. Но они это сделают. У меня нет ни малейших сомнений. Да и, собственно, у нас все почти под санкциями, под разнообразными. Ну, все как бы ломы, они все уже давным-давно награждены этими санкционными списками. Просто за то, что мы хотим быть там русскими или белорусами. Просто по факту нашей принадлежности к собственной стране. Вот в этом разница между нами и релакантами. Мы со своей землей, со своей страной, со своими людьми. А эти на литовских и эстонских кухнях. Вот Александр Григорьевич буквально недавно встречался с представителями разных национальностей, которые прошивают в Беларуси. Их у нас, если не ошибаюсь, всего более 150 представлено. И все как-то уживаются в мире спокойно. Никаких межэтнических, межконфессиональных конфликтов у нас не происходит. Так вот, я почему этот вопрос задаю в России сейчас. Насколько я понимаю, усиленно пытаются качать эту тему межэтнических конфликтов. То есть, находят какой-то единичный случай, даже если не единичный. И возводят его в абсолют, собственно говоря. Мы уже видели в Дагестане, например, помните, около года назад. Понимаете, нам надо научиться просто спокойно, без истерик, говорить о существующих проблемах. У нас с этим просто большие сложности. Мы либо ничего вообще не говорим, да, типа оно само по себе рассосется. Либо это начинается просто с разрыванием рубашки вплоть до каблука хромового сапога. Нам бы вот выйти бы вот из этого положения маятника, и все будет хорошо. Конечно, есть сложности. Они всегда были, извините, в Российской империи. Ну, это как бы исторически так, но это можно преодолевать. Надо просто об этом начать спокойно говорить. Да, конечно, есть большая проблема с мигрантами. Она существует. И, наверное, нету такого человека, который бы не, назовем это вежливо, не удивлялся иногда тому, что происходит. Этот вопрос просто надо решать. Не убирать его там с глаз долой, как бы сам он по себе решится. Он никогда сам не решится. Только сами. Вот, знаете, у меня одно из острейших ощущений было, когда вот тогда вот в 15-м году нас возили по республике. Я обалдевал. Вот мы едем, какая-то сельская дорога. Но, знаете, это как у Гоголя. Три года скачи, ни до какого Парижа не доскачат. Обычная сельская дорога какая-то между городами. Я смотрю там, ну, не соринки нету, да. Я вот смотрю в окно нашего комфортабельного автобуса. Я даже думаю, ну, хорошо, мы там 5 километров проим, 10. Но я обязательно увижу там бутылку какую-нибудь, там пачку с сигаретом, ну, что-нибудь. Мы приехали. По-моему, это в Бобруйске было. Нет, в Могилеве это было. Вот, я уже не выдержал, подошел к сопровожающим. Говорю, слушайте, ну, вы мне объясните, как это может быть так? Он говорит, так, батька сказал, что, ребята, это же наша земля, зачем мы будем мусорить? Мы сами и должны убирать. Все в наших с вами руках. Мы хотим же жить с вами в хорошей цивилизованной стране. Вот мы стараемся. Вот я потом в России много раз людям говорил, что это все в наших руках. Это никто за нас делать не будет. Это нам надо самим. Да, мы всегда очень медленно запрягаем. Это традиция. Мы ничего быстро не умеем делать. Нам надо раскачаться. У нас Илья Мурмин с 33 года на печи лежал. Но зато потом мы быстро догоняем. Так и здесь. Нам надо просто признать, что проблемы существуют. И перестать относиться к ней как к некой какой-то незначительной. Когда это произойдет, все относительно быстро стабилизируется. Сразу начнет работать государственный механизм. Его надо просто запустить. Ну, безусловно, к этой проблеме как к незначительной нельзя относиться. Но и возводить это в ранг катастрофы. Как помните, когда они, я имею в виду ВСУ, только-только вошли в Курскую область. Российские блогеры тоже начали там вопить наперебой. Что вот, они уже под Курском. Все потеряно. Мы сейчас проиграем. Конец всему. Ну, то есть, проблема есть. О ней нужно говорить. Но проблема заключается в том, что некоторые о ней не говорят, а вопят. Если бы это были бы блогеры-специалисты. Условно, там, выпускники Академии Генерального Штаба. Или там, я не знаю, Академии Сеченова. Или там еще какого-то. Ну, чтобы они были специалистами в этой сфере. А если блогер сегодня пишет о футболе, завтра о приеме женских родов. Потом он становится нефтяным трейдером. А после этого он главный эксперт по проведению общевойсковых операций. То, извините, какой смысл это слушать? Это вопрос чистоты информационного пространства. А в перерывах между его аналитикой там рекламные посты каждый день буквально. Ну, конечно. А как? Война войной, обед по распорядку. Кушать хочется всегда. Это проблема другая. Это проблема информационного пространства. Но ее сразу решить нельзя. Потому что никогда такого не было военного конфликта, который происходит в прямом эфире. Вы сейчас, если попытаетесь вести военную цензуру, у вас половина страны встанет просто. Это объективная данность. То есть здесь нужны другие методы. Их надо еще разработать. Для того, чтобы их разработать, надо победить и проанализировать то, что было. Из этого исходить. Сейчас, к сожалению, да, это так. Мы с этим живем. И ежедневно мучаемся. Ну, что делать? Побеждать другого выхода у нас нет. Ну, и победим. Я в этом даже не сомневаюсь. Спасибо вам большое, Армен, за эту беседу. За ваши развернутые ответы. Ну, и в целом за то, что нашли время пообщаться с нами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok